здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева начале фильма я традиционно хочу поблагодарить всех кто поддерживает мой канал благодарю игорь васильевича и веру федоровну н романа алексеевича это молот великана за поддержку канала благодарю вас всех за ваши интереснейшие комментарии за ваши личные истории вы своими комментариями помогаете не только моему фильму вы помогаете многим людям которые их читают потому что там действительно настоящая стоящая информация которую нигде не найти больше как только если люди напишут о себе сами этот фильм продолжение темы я была в сталинграде где познакомилась уникальная женщина которая оказалась дочерью еще более уникальной женщины мы напросились в гости это валентина ануфриевна чумаченко ветеран великой отечественной войны советской японской войны участник сталинградской битвы курской битвы освобождение европы и манчжурии в этом фильме будет довольно большое интервью валентина ануфриевны и отдельным роликом надо будет обязательно показать отдельным роликом чтобы не утяжелять это видео я покажу я снимала ее личный альбом до военных фотографий это действительно очень интересно оттуда наконец-таки я наташу нашла выхожу оттуда и вот юрий задает мне вопрос улица краснопитерская называлась вот а я уже и забыла это название все чуйкова и чуйкова ну и слово за слово мы поговорили подошла галина она блогер и вот знаешь как всегда люди зацепятся языками друг за друга и находятся какие-то общие темы вот а когда я сказала что ты ветеран что я вот сейчас с тобой вместе живу и помогаю тебе вот то они вообще очень захотели с тобой познакомиться вот ты же не против я с тобой говорила здравствуйте пока у нас идут технические приготовления мы вот рассаживаемся думаем как нам лучше снимать я хочу сказать что валентина ануфриевна она очень пожилой человек ей 98 лет она прекрасно мыслит прекрасно думает у нее память великолепная но она полтора года назад перенесла травму и сейчас она не может ходить поэтому вот в таком ну как бы состоянии тем не менее она очень много нам рассказала я просто ну действительно это человек другой эпохи то это сила духа неимоверная я потом вам в конце скажу свое ощущение от этой встречи она вот я сейчас говорю у меня опять-таки бежит мороз по коже но вы сами все послушайте я не буду прерывать своими комментариями я просто даю полную информацию как оно было как наша встреча происходило не мешает все спасибо если будет что-то не так сразу прекращаем добрый вечер лариса дмитриевна сказала что вы были здесь во время сталинградской битвы до снимая конечно во время сталинградской битвы и вы пережили это все вам было 18 лет правильно вы можете рассказать как это все происходило как вы это все ну тяжело когда это было даже было очень давно но чувством не то вспомнить что вспомните то вспомните но как всегда и везде и у нас тоже сама сирены начали свою песню летали над поселком я же не здесь я трактор заводский район меня я там у меня жилье был с мамой мы там жили вот там я и на заводе работал там я в школах в этих училась нужен трактор заводский район а почему они по и сюда полетели немцы потому что трактора завод уже пускал не только тракторы он пускал там причем пускал довольно много довольно хорошие танки довольно хорошие т-34 самый лучший танк вообще в мировой войне за это последние годы вот там я училась там я закончила и семь и восемь и десять классов в институте я правда уже в другом и встречилась признодаре закончила пединститут ну так сожились обстоятельства а так я все время трактор заводском районе этому с мамой начало войны расскажи тишина было все тихо все а потом начали самолеты летать понемножку понемножку это уже было 23 августа это же было 42 года то тогда тебе еще рассказы 22 августа мы не знали но не думали что мало ли что говорят вот они уже начинали понемножечку летать над старыми городами а вы еще жили вот город но воевал по людей взяли уже наверно мужчин мало было до людей разъехали все все лето разъехали все все из города лето обычно у нас мало народу бывает зиме собираются много а лето разъезжается кто по деревням кто по санаториям кто еще в какие места уезжает к родным знакомым вот так и мы с мамой то же самое собирались собирались и я окончала девять восемь классов 8 школе номер 27 вот и мы пока были здесь а а потом когда немцы подошли к трактору очень сильно стали бомбить завод очень сильно много жертв было много разрушена станков производство самого разрушен вот тогда конечно пришло время эвакуации и мы уехали саратовская область там родина наши бывшие первые родин где вот и папа и мама были у нас а потом папа у нас мы и нам пришлось ехать сюда в город вернуться в сталинград да в сталинград да вот ну мама специальности у нее тогда никакой не было она стала искать работу и нашла она в ремесленное училище здесь было на тракторном прямо на площади она и сейчас это ремесленное училище также работает как и работала и раньше и и мама здесь дали ей должность коменданта общежития комендант и она тут и уборщица и сторож и и костылянша очень все-все все на нее ну а мы при ней разумеется и школа у нас рядом двадцать шестая сначала было потом мемцы разбомбили двадцать седьмая вот я учусь я и братик мы мы здесь учились мама помнишь ты мне рассказывала что когда началась война вы все побежали в военкомат да это и хотели зайти на войну все а вот так то не меньше все прибежали ребра сказали нам по радио что завтра в 9 часов утра по радио будет выступать Вячеслав Михайлович Молотов министр значит вы пожалуйста кто хочет слушать при вот завтра в 9 утра все будет включено в 9 часов утра это воскресенье было мы конечно все подошли к заводу там такие два черных репродуктор тогда эти были большие огромные репродукторы черного почему-то цвета вот они марки и значит или ровно в 9 часов значит Молотов стал говорить нам об этом прежде всего он рассказал о том что началась война что эта война очень страшная техники много у нас и у немцев и что надо будет стоять состоять свой город ребята девочки мальчики юноши девушки пожалуйста кружки чтобы приобрести специальность военную специальность значит антракты нам или несколько кружков и в городе в самом Сабинграде рассказали где нам куда нам обратиться курсы да курсы курсы да ты пошла на курсы медсестер да я не я а потом сказали значит мы откроются у нас курсы медицинской системы здесь при тракторном заводе у нас Лидия Степана Пластикова с рекретарем комсомолок была очень такой активный товарищ суббота не суббота воскресенье воскресенье она на посту на своем и в любое время ей звонил в любое время и к ней обращаясь она всегда все ответит Лидия Степана сказала при заводе открываем курсы медицинских сестер только 20 человек премию больше не можем принять врачи в госталях работают в поликлиниках работают они заняты поэтому выделяй выделили нам немного но курсы мы откроем и значит на следующий день ну нам делили и лица в назначенное время чтобы вступить на эти курсы ну желающих было много ну не всех конечно взяли но меня взяли на эти записали на эти курсы вот и немцы без конца нас бомбили не давали нам поднять голову не давали собраться не давали поговорить без конца везде летали немецкие самолеты все время бомбили все время стреляли и особенно на завод поскольку завод наш тракторный он завод военного значения вот и тут же значит сказали нам что он от трактора переходит на танки будем производить тран ну мы кто могли записали меня взяли на курсы мать сестер я как говорится числе первого было сколько месяцев вы проходили эти курсы шесть месяцев вы учились 6 месяцев мы учились и тут же практику приходили в госпиталях да медицинскую практику в школе там был госпиталь в школе учили 27 лет я учил школе там я проходила практику привозили раненых нам ночью только ночью днем самолеты летали не давали подъезжать подходить бомбили все все всякую мелочью бомбили все таки значит школе номер 27 мы эти класс подготовили 4 помыли 5 класс подготовили и первых раненых мы приняли с границу украины мы их приняли этих раненых вот перевязали обработали перевязали оказали им первую помощь Это на поездах их доставили, да? На поездах их доставили, раненых? Доставили кого на поездах, доставили кого на машину. По-разному. По-разному доставали. Доставляли. А в госпитале немцы не бомбили? Гостель еще. Его здесь еще пока не было. Когда мы первых раненых приняли, и тогда же Гостель, конечно, объявил, что это Гостель. Номер такой-то, такой-то. 26-23. И мы в числе первых медицинских сестер. Мама, это вот о тебе написано, да? О тебе вот эта вот книга «Дорогие мои коллеги». Дорогие мои коллеги. Это о медицинских сестрах написано. Это вы, да? Да, я. Вы какая красивая. А разве я сейчас не красивая? Вы тоже красивая, конечно, безусловно. Тут молодость есть молодость. Мы сами-то уже пожилые. Мы вообще к этому очень трепетно относимся просто. А были красавцы такие были? А сейчас уже и зубов нету, и... Ну, это сказки. Более 100 лет, что вы хотите. Вот такая еще книга. Ага, сейчас. В Волгограде выпущена битва, изменившая мир. Да, да, да. Это наша. Эксклюзив. Ага. И здесь тоже медсестры, которые принимали участие в Сталинградской битве. Вот тоже о ней. Статья. Вот эту закладочку сейчас я с тобой сделаю. Она у меня и снимает? Вот так мы и начали работать. Организовались. И начали работать. Принимали раненых. Принимали не только раненых, конечно, но в основном раненых. И местных жителей, если нужно, и местных жителей перевязывали. Кто был ранен, кто был подстрелен. Тоже принимали, тоже их обслуживали. Вот так началась наша вот эта военная жизнь. Вот таким образом. И вот они еще. Большая. Стеронка танковых батальонов. Стеронка танковых батальонов. Танки нам, тут же завод, в идее танки организовали. А может набор? Организационно на... Нет, видите, у меня все, оно помещается на экран. И мы стали бойцами Советской армии. Медсостровы. Первая твоя медаль была за оборону Сталинграда. За оборону Сталинграда. Которую ты получила в Харькове. Да, да. Ну это уже юбилейные. В Харькове это уже потом, после 43-го года уже потом? Нет, нет. Она просто, они когда продвигались с госпиталем... Вот, эту первую медаль ей вручили уже, когда она была... Ну уже когда освободили, отходили, да. Шло освобождение России. Уже как бы перелом уже. После этого перелома. Да, да, да. После Сталинградской битвы уже пошли туда дальше. И они с госпиталем за армией шли. А, вот так даже. Конечно. Антина Ануфьевна, а как вы скрывались от бомбежек? Где прятался? Вот город был практически весь разбомблен. Вот, ну, живых зданий очень мало. Где прятались? Где-нибудь по стену, в подвалах. Подвалы были, да? Домов. Вот, прятались туда, бегали, забегали. Вот, пролетят они, мы опять вылазим, оказываем тут помощь. А стационар у нас, конечно, был в школе. И они не разбомбили школу, да? И школу бомбили, и около школы бомбили. По-всякому, по-всякому. То есть, ну, где-то все-таки они не попали, да, вот в госпиталь. И госпиталь сохранился, да? Вот, конечно. Мы дальше пошли с войсками. Дальше за войсками, за фронтом. И мы пошли. И вместе шли рядышком. Нет, я имею в виду, когда вот до 43-го года, когда они только наступали, здесь была большая битва вообще вот под Сталинградом, вокруг Сталинграда, просто огромная. Там Паулис, там его целая армия взяли в плен. В подвалах прятались домов. В подвалах. Вот это у нас было. А как же подвалах? А как вас снабжение, чем вы питались, как вас кормили? Чем питались, что бог пошлет. Что бог пошлет. Иногда целый день кушали, иногда целый день не кушали. То есть все-таки снабжение старались наладить, вас не бросало, да? Государство вас не бросало. Нет, что? Она не была уже главаром. Мы же сами хозяева тут были. И комсор, Калина Степановна, и председатели районского коммунпорта, они же все с нами же были. Все, что нужно, тем мы помогали. А как же? То есть вас бомбили, вы прятались в подвалах и все равно вызывали? Подвалах бомбили, жители. И нас всех были одинаково. Вот так. Тяжело было, очень тяжело. Вот посмотрите, сколько тут. Ну, это весь ее боевой путь. Я сфотографировала, я все изучу. Ее и отца у меня подборка целая. Я сфотографировала, я все прочитаю. У меня много подборка. А есть ваши фотографии военные, молодости? Конечно. Можно? Есть, конечно. А вот же я. А еще? Сейчас. Сейчас. Лариса Дмитриевна удастся. Я там даже в фильме видела очень интересную фотографию. Вот с мужем мы, Дима мой. Вот смотрите. Это вот в прошлом году ей сделали такое, подарили. Это ее военные фотографии. Посмотрим. Нет, ничего, ничего. Сейчас я вот так вот буду, да? Снимайте фотографии. Вот военные фотографии. Сейчас я здесь открою. Полно фотографий. Фотографов было много. Вот сюда подойдем. Это ваше? Да, сейчас сделаю. Вот это вот кто? Не знаю. Не знаете? Не знаю. А это учащаяся школа просто все поняла. Не, не, не. А, не видят. Я только один не услышал. Все, я поняла. Сейчас все. Ты держишь? Я этим правом не вижу ничего. Это вам ребята сделали. Вот это их детские рисунки. Музей у нас есть. Рисунки воспитанников. Музей у нас есть в нашей армии. У вас какая армия была? В школе, в школе, в танкшей армии. В пятый танк, в шестой, в пятый шестой. Как начинала? Она же в госпитале начинала. В госпитале, скажи, какой номер. Она называла, по-моему, госпиталь. 23, 23. 23, 27. 26, 27. 26, 27. Гостель, 26, 27. Нет. Гостель, 26, 23. Вот так. Все понятно. Гостель вообще воронежский. Это вот такие, письма такие, да, были? Ну да, это просто дети уже... Стилизация, я поняла. Это уже дети сейчас делают, присылают. Такие письма. А письма отца у вас есть вот такие вот письма? Нет, не осталось, не сохранилось. Нет, нет, он никому не писал. Не прислал, да? Они с ним познакомились в 44-м, а они общались... Все понятно. И они общались с ними... Напрямую, ему не надо было писать. Не надо писать, можно. Им не надо было, он просто ее украл, медсестру, из... Да что вы говорите. Из госпиталов. Расскажите их историю любви. Историю ее любви? Да. Ну, она служила... До Венгрии они дошли. Вместе? Нет. Отдельно. Отдельно. Каждый сам по себе. Вот это вот военные. То, что вот со времен войны. И вот в Венгрии они познакомились, он пришел проведать своего друга. Это кто-то рисовал, да? Это рисовал хозяин Венгрии. Вот здесь даже подписи... Вы говорите, у меня мороз по коже бежит. Да, да, да. Это... Пицель около Будапешта. Пицель 1944 год. Какой? Вот этот вот. Твой. Это мой любимый портрет с детства. Это мы уже были в Венгрии. Это они уже... Отец украл ее. Она уже пришла... Уже причастия была. 6-ю гвардейскую танковую армию. Ушла из госпиталя на передовую. То есть вот это значит украл. Танки же всегда на передовой были. Да, и мама тоже ушла. А отец у меня был комбат, командир батальона, майор. Вот. Бравый такой офицер. Красивый. Да, красивый. Ну, красивые же. Красивые. Это вот они, да? Да, да. Ой, ну, конечно. Это вот они. Это они в 45-м году. Ой. В 45-м году их после Праги. Они 9-го мая вошли в Прагу. Ну, конечно. Они любят друг друга. Видно, что у них любят. Да, да, да. А это... Сейчас подержите, я фотографирую. Он снимает и фотографирует. Очень приятно. Очень приятно, да. Приятно. А вот оригинал на столе лежит. Это они уже их перебросили в Порт Артур. В общем, она на танке. Вместе с ним. Вместе с танком. С танкистами. Она и сейчас говорит, мои любимые танчики. Танчики. Мои любимые танчики. Это тоже мама, да? Мама, да. Это они уже в Порт Артуре были. Когда их перебросили, тогда и война закончилась. Если вы помните. На Дальний Восток, да. Их долго везли, да. Ну, 3-го сентября... Ой, 2-го сентября, да? Нет, 3-го. Их через всю страну из Праги очень долго везли. И вот когда их туда перебросили... Зачиту. Вот. Она рассказывает здесь все. Давайте я ей в руки дам Она помнит Она интересно рассказывает Вот это, мам, что здесь? Расскажи, что это? Это Чита Это Порт Артур Это Порт Артур Вот это Порт Артур Мы уже в Китае Вот их перебросили Вот это военные фотографии Это уже они Боевой путь Они по местам боев Вот Это уже вот солдатики Море там Океан там Океан, Япония там Япония там Это Порт Артур Это дорога Это Там же берег А берег там Они же всегда неровные такие берега Ну и вот Ну ест Из одной части В другую часть Нет, это Как его Тоннель Тоннель Там тоннель был, да? Да Да-да-да А это мы купали здесь Вот это Порт Артур Все Порт Артур А тоннель был в горе, да? Тоннель был в горе? Да-да-да Вот это тоннель, да? Конечно, конечно Автомобильная дорога Тоннель Это автомобильная дорога С другой стороны С другой стороны выход Вон Ну это уже я потом Делала А там, а там Порт Артур Вот за эти горки Порт Артур Это джонка Китайская Там Порт Артур Там великий или тихий Нет Нет Да, великий или тихий океан Вот это вот все военные Вот Это, по-моему, и ты здесь, да? Вот смотрите Я вот здесь вот Вот эти действительно Подлинные фотографии Военных лет Это вот Порт Артур Порт Артур Это все там Все на одно это место Тут на суше На берегу Угу Это ребята наши Это мы по дороге Посмотрите, какая фотография Интересная Первый день мира Прага Первый день мира Око Праги Берон Такой городок небольшой Берон Но это Чехословакия уже Вот так встречали советских воинов Это местное население Мирные жители Встречали их букетами цветов Мирные жители Танки все были В цветах Засыпаны все От верху до низу Все засыпаны были цветами Угу А сейчас Новое поколение Все это Вот это Первый день мира Зачеркнула Первый день мира Это Это наш батальон Вот Дмитрий Александрович Вот командир бригады нашей Первый день мира Это делегация Тут же вскоре На парад Лучше На парад Лучше Я снимаю отсюда Вот с этой стороны Угу Первый день мира Вот Да Вот лучше на альбом Вот эта делегация В Москву поехала На На парад На парад Угу Представители вашей армии Армии Представители нашей армии Вот тут Около 10 человек Вот С красным знаменем нашим И поехали Это вся наша бригада Но это Под Прагой Чехословакии Да Под Прагой А это мы в Порт Артуре Там Вот здесь Рядышком На берегу Это Джонка в море А мы на берегу Вот То есть когда японская Да, вот уже заканчивалась Да, да Японская Когда они-то Танковую армию Перебросили То есть победа для них была Еще не конец войны Нет, нет, нет Люди уже праздновали Все 9 мая Все шутят Бенхали А наши еще Это Чехословакия Местные жители Нас встречают Видите, как их встречают Вот я вот Дима Плата на память Да А сейчас что Да Страшно сказать Мы с мужем ездили По Европе Тур брали И были в Праге И молодой парень Рассказывает нам Как власовцы освобождали Вот так вот Ага Я это послушала Власовцы освобождали И говорю Знаете что Вы не говорите то, чего вы не знаете Не переворачиваете историю Я говорю Здесь я А не моя мама Я вам словом Запрещаю это делать Я говорю А она бы вам Знаете какую пощечину Оплюху закатила бы За то, что вы сейчас нам рассказываете Мы первые были в Праге И там от Праги Километров что А это В госпитале самодеятельность была Это госпитальная самодеятельность Вот она Участник всех Представлений Артист Валя Захарова Валя Захарова Валя Захарова Участник всех представлений Всегда активно Это Юра Это Костя Это я Это наша бригада Танковая Это все танкисты Это вот первый день мира То есть они дожили до победы До настоящей, да? Вот эта вся бригада Да 9 мая Вот это все-все Первый день мира Это отец в парадном кителе Уже после войны Это Дима мой Мой комбат Вы говорите, я говорю У меня мороз по коже бежит Это мой Это мы с мирными зрителями Это там А вот это что за молодой человек? Начальник шаба нашей Ваня Ваня Евдокимов Это Евдокимов, да Начальник штаба Это наш командир бригады Это уже послевоенный Это уже Ну А вот вам, пожалуйста, мирные жители Это они нам дарили Они дарили фото Встречали их и дарили Это вот Таблясочек В Чехословакии Буквально через 2-3 часа танки были построены Вот Танки, мир, все Вот в Чехословакию отправить Может, кто узнает своих родственников Вы же блогер Да, я напишу Вот Они дарили эти Они их принимали И они дарили им эти фотографии А фото какое качественное Все, фотографирую Мы у них до квартирей были Как их встречали Как их любили Вот Вот эта фотография Вы знаете, как он смотрит на нее Да Танк А настоящие фотографии я не нашла Это Дима Дима Это я Я всегда белая Береточка Белая береточка Как он ее любит Как он смотрит на нее Это вообще Такая уникальная фотография Ой, какая счастливая Вот война, да Они счастливые все равно Да? Да Вот У меня куклы есть Я сделала Любовь и война Это Дима со своими заместителями Это Каток Это Иван Чишин Это наш командир бригады Угу Это вот в Китае Через китайские реки Они разливаются Шириной Дорогенной Но не мелкие Угу Они с гор Это вот тоже Военные фотографии Фотографии на память уже Мир Мир Война кончилась Сейчас, секунду На память Это все ребята наши Нашего батальона Все ребята нашего батальона Все, 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 все Все Это весь А это Моряки Там же море Океан Ну да И мыречки к нам Присоединялись И они к нам Вот это мы еще В поле Еще едем только Еще едем Едем только до порта Артуры Через Монголию Через Монголию Монгольские сепьи Видите какие Это враги Вот это мне очень нравится фото Это мы зимы тут Да, да, да Эти я в детстве рассматривала Поэтому я эти фото Прям Мои воспоминания детские Вот это Толлель, да? Это порта Артур О, о Это Выход Вторая часть Выход там Я поняла Выход Вот это все Около порта Артура Это ваши подруги, да Галя и Валя? Или нет Это вы и подруга Галя, я Да, Галя Она Валя, вы и подруга Ага, моя подруга Это уже Она По пути Корреспондент Армейской газеты Угу Я ж фамилию-то ее забыла Строева Нет, не Строева Строева это По Строевой части Нет, Строева Из Киева приезжала к вам Строева Она писала о вас Несколько статей Это все Это все Порт Артур Это все Порт Артур Все Порт Артур Мы тоже смотрели Порт Артур Все Порт Артур Это Мы в японском доме Японцы Мы с Димой Вот она Да, да, да Скажите, у вас довоенные фотографии есть в Сталинградах? Вот по довоенной жизни В Сталинграде мы В Сталинграде мы Мы в Сталинграде Только у нас Нет отдельных фотографий Мама У нас про Сталинград С тебя другой Она просто с ним не знакома была А вообще вот Ну, жизнь до войны Вот какой город был Как он выглядел до войны? Я в Сталинграде Нет, как он выглядел Ну На тракторном Вообще город как выглядел Он уже Он был каменный Застойный Сталинград В Царицыне В Царицыне, да Ну, в Царицыне ты не жила, допустим Ты жила в Царицыне Я не жила, конечно В Царицыне Вы знаете, я прям недавно встречалась С это самое Пачка фото Че ты Вон Фотографии То есть у вас Вы сами из Саратова, да, получается? Нет Нет Область Она Все ее детство прошло здесь Из деревушки А вот есть детские какие-то Остались до военной фотографии? Хоть что-то Остались, да? Вот смотрите Неизвестность Сталинграда Ну, а альбом детских фотографий До военных, вернее, фотографий Мы посмотрим в следующем фильме Благодарю за внимание Надеюсь, вам было интересно Познавательно Вы много чего узнали Новое Узнали, как переписывается история Узнали Уникальную историю любви Вот во время войны Уникальную историю любви Вали и Димы С вами была Галина Конышева Подписывайтесь на канал Делитесь этим видео Рассказывайте своим детям Внукам Всех вам благ До свидания Субтитры создавал DimaTorzok